Год 2033. Хроники перехода контактер Латуя. Существует ли особенность года 2033? Что он несет? Каким образом можно настроиться на потенциал возможности будущего для того, чтобы максимально качественно пройти этот период от 2019 года и войти в максимальную точку из предоставленных возможностей? Вопрос достаточно корректен с точки зрения простраивания диапазона потенциальных возможностей. Год 2033 по Григорианскому календарю является ключевой точкой, которая связана с ключевой точкой данного момента. Точка входа сейчас в 2019 году. Точка свершения год 2033. Это не единственные моменты, но их можно рассматривать как долгосрочные перспективы и потенциал развития. Здесь, в этой точке, в 2019 году вы осмысливаете, начинаете двигаться в 2033 к входу соединения дуальности, где заканчиваются коридоры разделенности и происходит выход на качественную новую основу, которая связана с перестроением самой базовой системы, то есть разборкой и сборкой главного компьютера по многим принципам. Можно назвать это принципом единства вместо принципа дуальности, он же принцип множественности. Когда дуальность собирается в центр, складывает себя и фокусируется на движении импульса к высшему потенциалу, тогда он раскрывается в форме множественного веера, а возможно и в форме сферы. Сфера или веер представляет собой на каждой точке дуги новый вариант и новый потенциал разворачивания. Эти потенциалы разворачивания выходят и выстраиваются именно из соединения. Соединение это когда из периферии, где существует деление на плохое и хорошее, отдавание себя тем или иным предпочтениям, человеческое существо собирает себя в центре. Таким образом оно восстанавливает и возвращает себе капля за каплей энергопотенциал своей жизненной силы. Чем больше этот потенциал не нарабатывается, а возвращается, тем больше ясность, больше центрированность, больше разумность, больше интерес, больше конструкторской и творческой силы выражения и больше единения с окружающим полем. Через вхождение в потенциал единства, когда ты соединяешься с собой, ты обретаешь подобие единства целого. Таким образом ты способен распознавать любое другое как потенциальную частицу себя и себя как потенциальную частицу чего-то еще большего. Тогда любое другое ты способен распознавать как отражение возможностей, которые открываются тебе и отражение даров, которые являются тебе подарков, благодарностей, радостей, обучающих процессов, гармонизирующих систем. Единение это процесс настройки гармонии. Гармония это основа движущаяся, текучая энергетическая структура. Именно эта структура более высокого порядка сейчас выстраивается как голограмма и встраивается в единое поле планетарного сознания и в бессознательное человечество через ее коллективное пространство, как проект и голограмма для внедрения. Каждому существу, всему живому, предложено принять этот проект и начать двигаться к нему, к его воплощению. Его воплощение само по себе является основой других принципов и принципов гармонии, принципов творящего начала. И это уже непонятно и неясно человеческому существу, потому что является разбалансированным для него. Но если человек говорит, да, я желаю, я двигаюсь, я иду, я включаюсь в этот процесс, тогда он встраивает для себя долгосрочные траектории всех этих лет и активизирует себя здесь, в этой точке входа, получая дополнительный ресурс для движения. Если человек дает сознательное добро, то это формулируется как включенность человека в позицию пробуждения и движения в направлении сознательного человечества, свободного человечества, которое движется к тому, чтобы вновь восстановиться в своих связях и своих правах. Можно сказать, что этот год является тем, когда человечеству дали добро в освобождение, в восстановление. Это значит, что дали определенные степени свободы, которыми важно воспользоваться, принять и начать двигаться в каждом моменте своей жизни иначе, применяя различные другие инструменты, неосезаемые, непонятные, возможно, во многом. Если человек проявляет устойчивость в знании, решимость в применении, самоотверженность в следовании пути, вокруг него выстраивается наибольший уплотненный объем, который создает магнетизм и притягивает условия усиления, состояния и новых возможностей, а также создает видимость данного человека для окружающего поля, как того, кто связан с совершенными планетарными процессами. Планетарные процессы – это часть, большего замысла. Настройтесь на пространство года 2033. Представьте, что существует схема пространства, схема планетарная, схема городов, схема мироустройства, схема мышления, схема чувствования, схема взаимодействия людей, порядок, упорядоченность, история и в один момент все это распадается на множественные структурные элементы, подобные каким-то фигурам, которые разлетаются в разные стороны. Что происходит с человеком, когда такое случается? Если у него к данному моменту наработана альтернатива входа, то есть более высокий потенциал, основанный на других принципах, то в момент того, когда разлетается этот мир, открывается световой коридор. Похоже на то, что ты проснулся, протер глаза и оказался в прекрасной долине или совершенно в другом мире и подумал, что что-то тебе показалось и примерещилось. Это равносильно умиранию и новому рождению. Просто оно осуществляется с сохранением осознания существа во взрослом состоянии, в своем теле, с наработкой навыков и возможностей. Наработанные ранее навыки в новой среде начинают усиленно активироваться. То, что было проекциями и каким-то непонятным моментом, мотивацией, решением, способом проявления становится очевидным и ясным в силу того, что уровень энергии питает и запускает иную электрическую цепь, основанную на гармонии. Рабочий процесс человеческой системы начинает вибрировать на другой частоте, на частоте гармонии. Чтобы отстроить частоту гармонии, важно проработать множественные уровни, которые формировались тысячелетиями с позиции дисбаланса и раздробленности. Для того, чтобы совершать и завершать, проявлять при каждом рассмотрении новые варианты более ярких, новых, созидательных выборов. Новые дети, человеческие существа, которые начинают приходить, будут вносить все больше и больше код совершенствования этой гармонии, становясь частью коллективного поля и транслируя алгоритмы гармонии в окружающее пространство. У тех, кто не наработал себе высшие возможности и привязан к миру старой системы, когда он разлетается на кирпичике, будет также разлетаться и раскодироваться система. В первую очередь, в разные стороны начнет расходиться система эго-мозга и эго-конструкции. Здесь происходит наслоение одного на другое, как короткое замыкание, сбой системы вплоть до сумасшествия или видение странных вещей, которые ранее были недопустимы. Похоже на то, как погрязнуть в некую серость. Это будет своего рода отстойник, серый объем, в котором определенная масса людей будет находиться для доработки, переосмысления, доосмысления. Это будет помещение в особую контрольную резервацию не уничтожения. Далее по группам раз соединение при дополнительной стимуляции. Дополнительная стимуляция будет происходить за счет того пространства, которое уже выстроилось, потому что созданный потенциал имеет возможности для транслирования, для деления. будет выделена еще достаточно большая временная составляющая для того, чтобы в полуспячке, в полуанабиозе данные существа могли ускоренным способом переживать, перепроживать многие ситуации через сновидение, находить и отстраивать новые, более высокие и более качественные решения. кардинальное расслоение мира или рождение мира нового, дематериализация старой системы и выстраивание новой основы делятся не в один день. 14 лет с точки входа, когда принято решение, это не случайная цифра, потому что здесь существует особый порядок ступени, в котором следует осваивать многие новшества. Старая система будет давать крен. Любые попытки простроить, рассчитать или забежав вперед подстраховаться, действуя способами выученными в предыдущие периоды не будет эффективной, потому что каждое существо с каждой ступенью становится все более видимым. На уровне нижних тел видно, как он подает сигналы, фактически своими телами эфирное, эмоциональное, ментальное и физическое каждый человек запитывается на подконтрольное пространство, которое имеет коллективные доступы. На всех этих уровнях каждый сигнал регистрируется и частотный диапазон постепенно повышается, увеличивается. когда человеческое существо выделяет эмоцию, мысль, задумку и переводит это в действие на уровне физического плана, в свои губительные интересы, это сразу проявляется и дает особую противофазу для обучающего процесса данного существа и также систем. системы сами по себе не являются тем, что нужно совершенствовать и обучать. Системы это емкости или структурные единицы, обладающие определенной степенью сознания и настроенные на обслуживание человеческих существ. Когда-то они находились в служении и подъеме эволюции, затем в манипулировании дуальными системами, в растягивании и утягивании энергии за счет дуальных управлений или направлений человеческих существ. В пространстве помехи это что, закрытая информация? Да, сейчас не время ее во всеуслышание выставлять. Можем ли мы принять ее для себя как за базовую основу? Да, для тех, у кого достаточно осознания, открывается возможность связи с точкой доступа и выстраивания разумного пути. Тогда они способны своим примером продемонстрировать возможность выстраивания разумный путь другим, но уже не говоря о причинах или о глубинных смыслах, которые известны ему, потому что те, у кого недостаточный уровень емкости или уровень способности удержания энергии не могут нести эту информацию или этот объем. Если невозможно удержать большее по качеству, по силе, по своей энергетичности, то тогда оно включает уничтожение существа или сжигание его, пережигание. Поэтому нужно обладать достаточной корректностью в том, чтобы не выдавать лишнего в окружающий мир, но быть примером. Ты можешь принять на себя, если это слышится, видится, отзывается тебе, отзывается тебе возможности того, чтобы становиться транслятором в окружающий мир. возможности гармонии и совершенствования системы, открывания новых потенциалов, того, как жить, пребывать, функционировать. Поступил вопрос об измененном взаимодействии со временем. Да, ты попадаешь в пространство, когда время не течет. Оно просто является в наличии и ты смешаешься с этими точками, но не движешься по линии времени. Ты как будто углубляешься, ввинчиваешься в этот процесс. Многие вещи будут изменяться. Не нужно переживать, что вами не все охватывается и улавливается, потому что вы будете на себе осознавать, как система уже сейчас, как прототип начинает двигаться и перестраиваться шаг за шагом. Конечно, определенные сегменты отключаются. Если они отключаются, то это сбой работы определенного направления и управления. И потом на смену им запускаются другие. Важно открыть и выработать в себе такую степень принятия. и соединение с высшей системой. Когда ты понимаешь уместность происходящего, когда ты отключаешь человеческие программы и активируешь степень наблюдения, когда выбирая взаимодействовать в гармонии с целым. Всегда выбирая взаимодействовать в гармонии с целым. Слушать и наблюдать на следующем шаге, понимая, что есть смысл в том, чтобы создавать именно так. Вы сейчас видите, что существует стратегическая точка 2033. Вы как будто подныриваете сейчас в одном мире для того, чтобы проплыть в глубине, то есть создать усилия, превозмогая какие-то определенные слои, пласты, приложите усилия максимально сконцентрироваться, совершить некое действие, поступок и вынырнуть в 2033 с другой стороны, в другой системе, в другом мире. Вы совершаете это не только для себя, но и для целого, для других. Те, у кого будет определенный потенциал в движении, те, кто будет получать определенные опыты и уроки и по ходу процесса совершать свои выборы, смогут начать вас видеть. Вы будете становиться все более видимыми в том или ином спектре и они могут обратить на вас внимание и присоединиться, прийти, примкнуть, побыть, повзаимодействовать и таким образом самим активизироваться. Так как у вас есть доступ в осознании точки входа и точки выныривания, то вы просто это несете внутри себя и на бессознательном уровне другие существа вбирают это в себя. Творящая сила приходит и происходит высшее соединение, когда выравнивается раздробленность между правым и левым, между логическим и творческим, когда возвращается управитель в центр головы, когда возвращается управитель в центр земли и на ее поверхность. Это все равно, что обрести высшую силу, высшую власть, высшую свободу в единстве, когда все видит все и соединено со всем. Это перетекание на основе мудрости, глубины и высшего почтения. Особенно важны состояния натренировывания того, что вы начали совершать. С чем начали знакомиться? Во что начали проникать? Поймите, что всему есть место в этом мире и у всего есть созидающая роль. Когда ты начинаешь смотреть на созидательное начало, тогда ты питаешь именно его и никто не может заставить тебя изменить себя. Потому что когда ты смотришь на созидательное начало в любом процессе, в любом существе, в любом взаимодействии и сам ищешь его, улавливаешь, то именно тогда ты идешь путем единства, путем новой системы. Именно внутренняя настройка, которая создает потенциал, является одним из первейших ключей. Здесь открывается возможность не увядания, а развития как системы, потому что тогда ты потенциально запитываешься от новой системы, в которой уже сейчас живешь. Путешествия в город золотой являются прототипом взаимодействия и принесения высших мерностей сюда, в этот мир, уже не как эфемерности, а как твоей реальности, которая проросла и ожила все больше и больше. Будьте в резонансе с окружающим миром, будьте в почтении, будьте в гармонии, будьте в возвышении, в удивлении, в высшем принятии, в состоянии ученичества, когда вы готовы впитывать новое и познавать. Вы должны быть готовы открывать до такой степени, чтобы стать подобным по конфигурации, конфигурации высшим системам. И тогда в вас могут загружаться элементы, кирпичики новой системы. Новая система начнет прорастать именно через вас. 2033 Пусть это число отпечатывается в ваших клетках и станет раскрывать ваши высшие нити ДНК. Не пытайтесь забегать вперед. Не нужно устремляться туда. Проживайте каждый момент здесь. Просто теперь существует связь и существует потенциал интереса, потенциал роста. Попробуйте поразмышлять в этой точке здесь. Что бы вы хотели развить? Что бы вы хотели раскрыть в себе? В чем бы вы хотели проявиться? У вас есть потенциал 14 лет. Это достаточный временной отрезок, чтобы достичь мастерства в какой-либо сфере, в каком-либо теле. Это достаточный период для освоения, изучения, познания наработок и проявления. Подойдите заново как к новой черте и начините осваивать. Когда вы будете осваивать новое, имея для себя 2033 внутри клеток, внутри ядер, внутри кодов, внутри высших нитей ДНК, это начинает вибрировать так, чтобы пробуждать возможности познания и соединять вас с высшей системой. Системой высокого плана и высокого уровня, системой мироустройства, которая затронет все внешние уровни, внешние слои. Это будет как бы перетряхиванием, как множественные землетрясения. Все ненужное будет разрушаться каждый момент и на его месте будет прорастать разумная структура разумного человечества, подсказывая и задавая потенциал. Знайте, что это процесс освобождения человечества от пут. Понемногу они будут рассыпаться и все больше и больше. человечество будет становиться свободным для того, чтобы распорядиться этой свободой, для того, чтобы быть, для того, чтобы внести себя в свое знание, в свою уникальную, совершенную, творящую природу, в исследование красоты, постижение, пребывание в этом мире, во взаимодействии и проявление. институте. Спасибо. Продолжение следует...